Отопительный период проходит штатно. Количество обращений в администрацию города о проблемах в квартирах, оно минимальное, я бы сказала, по сравнению с прошлым отопительным периодом. Значит, есть обращения, пожалуй, два обращения по поводу того, что в квартире холодно, но здесь должны отработать управляющие компании, то есть к ресурсникам здесь вопросов нет. Но, как ни странно, люди, которые пишут такие заявления, дальше не разрешают доступ к своей квартире, чтобы управляющая компания могла проверить, в чем причина. В администрации города говорят, с управляющими компаниями работают, вопросы снимают. Есть также два обращения от жильцов домов по адресу Петра Стучки 15 и Железнодорожная 25. Они жалуются на так называемые перетопы. Мы нынче в феврале этого года проводили школу домкомов и на этом вопросе останавливались и говорили домкомам и тем жителям, которые присутствовали, о том, что у нас мер воздействия на ресурсоснабжающие компании, которые грешат перетопами, у нас, кроме МОК Теплосервиса, нет, потому что они в нашей орбите. К другим компаниям мы не можем только рекомендательные письма и на планерках эти вопросы проговорить. Рекомендации жильцам обращаться по этому поводу в Государственную жилищную инспекцию. Второй вопрос, касающийся отопительного сезона, обеспеченность топливом МОК Теплосервис. С 11 аукциона мы смогли закупить уголь 1000 тонн. Значит, на сегодня, как бы в ежедневном режиме мы мониторим эти вопросы, на сегодня запас угля у нас 350 тонн есть и 1000 тонн на площадке находится. Это примерно на 32 дня. Объявлен следующий аукцион. По мазуту у нас на котельных 742 тонны и 500 тонн уже в пути, то есть аукционы состоялись. То есть это на 31 день у нас запас. Несмотря на это, нормативный запас топлива по углю не обеспечен. Это 45 дней. По мазуту 30. По этой позиции выдать паспорт готовности к отопительному сезону МОК Теплосервис администрация города не имеет законных оснований. То есть котельная, готовые котельные работают, вы видите, да, тоже все проживаете в домах. Но нормативный запас мы пока обеспечить не можем. Поэтому паспорт готовности МОК не получит, не получит МОК, не получит муниципальное образование. Паспорт готовности муниципального образования обычно выдается к 15 ноября. Аукционы продолжаются, но есть еще проблемы, которые с каждым месяцем обозначаются все острее. Это цены на топливо. Зашкаливают. Последние закупки угля по предоплате 5,330 при цене в тарифе примерно 3,400. По мазуту тут уже рекорд. Если я вам в последний раз обозначала цифру 28,300, то на сегодня цена 29,133. Значит, вы понимаете, что изменить ситуацию на нашем уровне мы не можем. Не закупать топливо мы не можем. Значит, обращения официальные в правительство области и за разъяснениями, как быть в данной ситуации, будут ли эти расходы у муниципального предприятия как-то компенсироваться, они направлены, пока ответов нет. Будут ответы, буду информировать. Но без тепла город мы все равно не оставим. Перейдет в первый вариант. Берегем это не 1.